всем большой большой привет у нас сегодня 25 ноября пятница на часах 5 часов я сегодня чуть-чуть пораньше сбежала с работы и мы с вами вместе начинаем новый влог начнется он с обзора покупок небольших таких покупок свалберис ехала с работы заехала в пункт выдачи забрала заказ хочу с вами поделиться что я прикупила девчонки обращаюсь девчонкам потому что это по нашей части заказала колготки с рисунком рисунок такой аккуратненький меленькая меленькая крапинка иногда знаете так хочет садить такие колготочки там под платьюшка под юбочку там чуть ниже колен до колен чуть выше колена чтобы конечно их было видно я люблю мне кажется что тоже это мое мнение что в гардеробе но должны быть может быть такие колготки с рисунком я не люблю такие пестрые аляпистые рисунки там сетка а вот такие аккуратненькие видела еще сердечком у сердечком 20 дэн было я все-таки заказала 40 дэн пусть будут и как обещала показать вам чайник в этот раз он пришел абсолютно в полной комплектации в прошлый раз когда я заказывала не было вот этого носика пришел в полной комплектации я его проверила никаких сколов никаких повреждений чайник на 1 литр стоимость такого чайника 501 рубль вот были еще девчонки с подставочками но я не захотела читала отзывы писали что эта подставка нужно настолько приловчиться аккуратно на эту поставку подставку ставить неустойчиво стоит а потом он жароустойчивый его можно поставить не на большой там например из 10 можно поставить на троечку на на четверочку и пусть себе томится вот когда гости пришли нужен тепленький или горяченький чай вот в комплект входит фильтр собственно говоря сам чайник и две крышки для холодных напитков здесь вот такая деревянная тоже поверхность сама крышка деревянная и для горячих напитков потому что здесь вот железная крышка с этой стороны с этой тоже деревянная но я холодные напитки как-то не очень поэтому будем использовать и ту и другую крышку для горячих напитков сейчас я не готова заварить чай поскольку у меня нет ягод знаете я хочу хочу заварить такой чай помимо того что здесь будет черный или зеленый обыкновенный до хочется сюда различных ягод облепихи там или малину с имбирем с клубникой там апельсин может быть лимон обязательно но это не все сразу кидать я знаю что есть специальные такие хорошие правильные сочетания фруктов и конечно хочется купить специальный такой вкусный со вкусовыми какими-то нотками чай интересными обязательно закажу и будем с вами гонять че в холодные зимние времена вечера вот чайничком очень довольна тоже вот соблазнила меня моя коллега она заказала но она заказала с подставкой вот я решила без так 501 рубль колготки двести тридцать девять рублей и заказала еще на вал берез полисорб у нас есть энтеросгель мы в принципе частенько прибегаем к энтеросгелю но посчитала что полисорб это отличный тоже абсорбент его он хорошо чистит кишечник способствует даже снижению веса но я не к этому его покупала абсолютно вот пока я в эти игры не играю но скажем честно не получается у меня да и сейчас я особо как бы в зиму и не хочу вот поэтому если что-то вдруг не свежее съели или там ну мало ли вот очень отличная штука дают даже детям вот а я брала его он у меня был в пакетах я брала его в турцию с собой решила заказать вот такую баночку 446 рублей пусть будет так на вал берез заказал еще сапоги зимние вот сегодня получилось сейчас вам покажу ну я хочу померить чтобы тоже посмотрели как на ноге вот и купила еще естественно это не на вал берез девчонки купила икру икра форели пол литра мы покупаем пол килограмма мы покупаем точнее всегда я мы едим до нового года и пол килограмма на стол на новый год икра форели она не очень крупная она не очень крупная за пол килограмма отдала 2 600 то есть две баночки 5 200 но положу в морозилку пока обе баночки пусть лежат так все показала сейчас иду мерить сапоги зацените девчонки и мальчишки так сначала покажу в общем как они выглядят вот такая подошва мне нравится небольшой есть каблучок на молнии замша немножечко есть вот сверху такой цигеечка мех с этой стороны тоже молния она расстегивается если вдруг вам не сходится голенище если голенище широкая очень а сапоги понравились вот то вот это спасалочка такая вот но мне сошлись они без замочка этого сейчас я вам померю его их точнее внутри мех натуральные сапожки ну как вот в описании но замша да в принципе у меня уже были замшевые зимние сапоги вот стоимость таких сапог 12 300 сейчас я посмотрю посмотрите как на ножки вот так вот они смотрятся на ноге ой чтобы было видно очень удобные вот если не сходится если не сходится голенище можно расстегнуть и тогда место больше здесь сейчас повыше вас подниму мне кажется плохо видно очень удобные заказала на размер больше вообще зимнего вы всегда заказываю 40 размер заказала 41 и они мне не вот прям плюхаются там но еще если нужно будет одеть носочек и колботки такие то не капроновые колботки колботки плотные чтобы сразу понять и вот мне кажется я заказала еще вторые коротенькие сапожки там кожа была натуральная заказала 40 размер померила впритык ну и не очень понравился мне там и подъем и каблук в общем карты сошлись на вот этих сапогах значит так должно было быть взяла высокий я люблю в принципе это не совсем подфорты подфорты высший колен просто высокие замшевые сапоги очень удобные нравится подошва мне кажется мне кажется так мне кажется вам не видно все таки так вот так вот вот так наверное лучше будет видно простите если вдруг корявенький получился обзор я очень довольна у меня в принципе есть уги короткие в эти сапоги в такие сапоги в длинные высокие я не люблю одевать ни джинсы не брюки вот для таких целей у меня в принципе есть уги но я хотела еще купить новенькие полусапожки но видите так получилось что маловато они не были и взяла только высокие но я в основном на машине поэтому я думаю что что так должно было быть в общем вот такие сапожульки очень я довольна пусть носятся не переносятся ну а сейчас немножко с вами поболтаем как всегда за чашечкой кофе и я поотвечаю на ваши вопросики спасибо большое всем за обратную связь в преддверии новогодних праздников можно попросить вас рассказать о ваших семейных новогодних традициях вашего детства как проходила подготовка к празднику елка игрушки подарки хочется немного поностальгировать на эту тему с вами за чашечкой чая или кофе ну что мы собственно и делаем я так поняла это у нас краснодар и боюсь неправильно сказать автора боюсь неправильно сказать но знаю что это краснодар краснодару большой привет кстати краснодар просил меня заснять еще снежок беленький наш хрустящий к сожалению он растаял выпадет новенький беленький обязательно сниму покажу я родом из советского союза и детство у меня было счастливое счастливое вот без лишней скромности могу сказать что детство у меня было я вспоминаю и наворачиваются слезы потому что вот тут спрашивают о традициях а тогда их свято чтили мне кажется в каждой семье их и сейчас почитают и чтут эти традиции но тогда сама атмосфера была другой и конечно новогодний праздник не исключение подготовка начиналась ну вот уже да вот уже наверное в середине ноября в конце ноября так уже наверное точно и к домашнему новому году но новому году и в садике тоже у меня утренник был я хорошо помню мама готовила костюм и всегда это было своими руками это из белой простынки шилась снежинка обшивалась мишурой делалась корона из картона сзади на резиночки тоже на клей сажались блестюшки всякие снежинки саду это обязательно обязательно в саду вот я сколько помню праздники в детском саду новогодний у нас всегда была живая елка и дождик знаете так крест-накрест по залу дождик в принципе был во всех магазинах подарки обязательно подарки в прозрачном пакете который так шуршит магазины витрины магазинов тоже стеклянные были разукрашены нового в новогодней тематике рисунки знаете такие из открыток вот кто помнит открытки советского союза новогодний вот так разукрашивались витрины магазинов магазины тоже наряжались обязательно елка обязательно елка была и в детском саду в группе не только в музыкальном зале обязательно елка и обязательно живая была дома ну это было обычно где-то вот уже в пятнадцатых в двадцатых числах декабря наряжали елки дома вот ну а готовились конечно заранее продумывали стол а почему я так это уверенно говорю потому что об этом моя семья говорила до мама там созванивались с родственниками а самой такой яркой традиции встречи нового года могу сказать что это обязательно для нас был всегда чисто семейный праздник у моей мамы есть моя мама их было трое в семье то есть мама самая младшая и два брата старший средний и вот мама была самая маленькая к сожалению среднего до среднего брата уже нет живых вот и как мы отмечали новый год по умолчанию у кого-то из них то есть один новый год отмечался у мамы то есть у нас дома один новый год там у одного брата один новый год третьего другого брата они родители на созванивались говорили о меню говорили кто какой салат делает то что там из горячего будет делать я знаете что хорошо запомнила я запомнила вот встретили новый год встретили куранты пробили встретили новый год взяли или аккордеон или баян или гитару и пошли гулять по улице петь песни новогодние не новогодние и у нас городок небольшой был военный многие гуляли после 12 и останавливались и незнакомые знакомые вот так просто постоять выпить шампанского поздравить друг друга с новым годом попеть песни и дальше пошли еще кого-то встретили так могли часов до трех гулять потом приходили с улицы обязательно горячий чай обязательно еще чего-нибудь поесть и нас никогда детей нас было много детей двоюродных получается сестер был брат двоюродный никогда не укладывали спать прям вот все вам пора ложитесь пока мы сами не уляжемся ложились спать так интересно стелили кровать и ложились мы или вальтом или поперек кровати а под ноги подставляли табуретки чтобы ноги не свисали потому что у нас было много в одной семье трое детей другой двое нас было двое и ринка и в общем и как-то вот всегда всегда вместе один раз в селе один раз у одного брата в городе один раз вот у нас кто-то готовит селедку под шубой кто-то оливье кто-то варит холодец там смотря у кого гуляем обязательно новогодние песни обязательно тосты обязательно нас ставили на табуреточку одевали нам костюмы новогодние в которых мы были в детском саду ставили нас на табуреточку это тоже такая как входило в программу мы рассказывали стихи нам дарили подарки помимо этого 31 после курантов мы бежали к елке и смотрели что лежит под елкой какие подарки нам принес дед мороз мы в него свято верили я долго я помню я долго верила в дед мороза помимо этого обязательно мама приносила у меня родители военные мама приносила подарок новогодний с работы профсоюзный подарок а также приносила билет профсоюзный на новогоднюю елку раньше мы никогда не отдыхали 10 дней раньше это у нас были каникулы родители мои 2 января уже выходили на работу и я 2 января всегда ходила в гарнизонный дом офицеров на новогоднюю елку по профсоюзному билету где мне по этому билету выдавали подарок новогодний еще один и было представление какой-то спектакль новогодний и обязательно хороводы игры возле елки ставилась огромная елка просто огромная но сейчас она мне может быть не кажется уже такой огромная тогда когда я была там ребенком она была очень огромной когда я была подростком я сама принимала участие в этих новогодних спектаклях несмотря на то что я еще получала подарок так как подарки маме выдавали до 18 лет до исполнения ребенком 18 лет я подарок получала но уже тогда сама участвовала в новогодних спектаклях играла роль и пела в ансамбле солдатская дружба когда все дети после спектакля выходили на елку приходил дед мороз приходилась не горочка приходили сказочные герои это было просто исключительно замечательно и и говорить об этом без мурашек просто невозможно какие еще были традиции обязательно вот первого час 31 на 1 мы собирались в какой-то вот одной семье да у кого-то из родственников и 1 числа утром просыпались обязательно заново накрывали стол потом папы с нами с детьми шли на елку на горку на каток если позволяла погода потому что у нас в астраханской области не всегда не всегда новогодняя погода на новый год или просто гуляли с нами к вечеру конечно уже все расходились потому что повторюсь второго уже у меня например родители работали вот но у нас каникулы это обязательно вот елка в гдо в гарнизонном доме офицеров это обязательно встречи с друзьями с родственниками ну вот сестрами с братьями это обязательно детские фильмы которые проходили тогда с 10 утра до трех часов по моему шли детские сеансы а дальше уже подростковые и дальше взрослые а вот про новогодний стол я вам уже говорила и до сих пор говорю я сколько себя помню это обязательно это обязательно оливье вот если брать семейные традиции до новогодние это обязательно оливье это обязательно селедка под шубы это обязательно холодец просто я его не варю не заморачивать хотя в принципе с ним заморачиваться ну и как наверное каждая семья мы ставили елку и я эти традиции несу и сейчас как бы в своей храню несу храню и в своей семье у нас папа ставил елку вешал гирлянду мы с мамой когда еще иринки не было мы с мамой наряжали елку потом мы с иринкой наряжали елку вешали игрушки украшали тоже если у нас раньше тоже двери были со стеклянными вставками мы тоже красками гуашью рисовали на новогоднюю тематику рисунки украшали так стеклянные двери на окошко тоже вырезали снежинки вешали дождик на люстру тогда были люстры такие хрустальные на ковры там что-то вешали висели тогда ковры в домах потом вот что касается новогодних игрушек на елку хочу сказать что сейчас мне новогодние игрушки не нравятся не потому что они некрасивые они но может быть они слишком красиво не не пахнут детством то есть вот для меня новогодние игрушки это какие-то фигурки у нас даже сейчас нет потому что но к сожалению они естественно сколько было переездов они не сохранились а найти сейчас такие игрушки практически невозможно может быть у кого-то кто там настолько бережно и аккуратно переезжал может быть они сохранились но я к чему хочу к чему веду к тому что ну вот даже для дашеньки для моей для нашей внучки мне кажется вот те игрушки они были бы гораздо интереснее вот я даже вот прикоснуться кто игрушки даже к той картонной птички помните такие птички рыбки были ежики это уже дорого для меня понимаете макушечки были совсем другие шарики были совсем другие они были стеклянные они были настолько вот разные фигурки хочется вернуть вот те игрушки почему их не делают сейчас в основном шары не представляют они для меня никакой не ценности я не знаю почему может для наших детей для наших внуков эти игрушки будут ценными для меня нет я скучаю по тому времени я скучаю я больше скажу я скучаю по тому новому году как он проходил по той атмосфере опять же какая вела настолько вот добром теплом уютом поэтому поэтому сейчас все не так конечно очень отличаются праздники которые были в моем детстве там в ссср и сейчас они тоже мы тоже стараемся их дружно праздновать стараемся сохранить традиции но к сожалению многое мы потеряли много и такими компаниями мы уже не собираемся то есть у каждого вот их было трое детей да их дети то есть мы мы тоже повырастали у нас появились свои семьи и конечно встречаемся уже вы знаете вот так вот кустами то есть кустик было дерево и вот они ветки они разрослись у нас уже свои дети да вот алинка у нас у моей сестры там два сына у второй сестры две дочки у третьей сестры сын и дочка уже встречаем праздники каждый идет вот к своей семье к детям уже и к внукам потому что у меня уже тоже есть у нас есть внучка моя сестра одна бабушка вторая бабушка третья бабушка соответственно наши родители уже прадедушки и прабабушки у каждого появились свои родственники там сваты и так далее и тому подобное то есть вот оно дерево вот они веточки из веточек еще маленькие кустики маленькие веточки разрослись мы общаемся мы собираемся к сожалению мы чаще всего конечно собираемся вот абсолютно все это либо когда кого-то женим но либо когда кого-то провожаем в последний путь это вот какой в мае месяце ездили когда вот не стала папой собирается вся семья мы встречаемся но так сложилось все разъехались племянники мои военные в основном да они кто в челябинске кто там в воронеже иринка в саратове я в москве родители в саратове но мамуля с папой сережей в саратове тоже под саратовом даже в саратовской области кто-то остался в знаменске в астраханской области кто-то волгограде живет то есть разъехались но держим друг с другом связь обязательно поздравляемся если опять же кто-то женится собираемся по возможности все конечно сейчас сейчас так вот складываются обстоятельства так складывается жизнь что не всегда представляется возможным с удовольствием конечно поехала бы на крестины и на именины и на свадьбу к одному к другому к третьему племяннику крестнику сколько их переженилась и замуж повыходили я конечно же не на всех свадьбах была мы с горешкой вот поэтому но мы стараемся вот новый год для нас был какой-то особенный волшебный праздник обязательно папа с гитарой с баяном или с аккордеоном это песни и на пианино у меня папа замечательно играл это песни и нам детворе было настолько весело пока там взрослые мы конечно поели вкусно и побежали там детскую комнату играть в монополию там или еще во что-то раньше такие игры с фишечками были ли в лото или в домино в общем раньше же не было телефонов не было планшетов компьютеров было всего две программы у телевизора поэтому и телевизор то стоял собственно в той комнате где встречался новый год но дарились знаете какие подарки я хорошо помню тетрисы вот эти вот электронные игрушки и то они не сразу пошли где волк яйца ловит мы там менялись играли лото домино игры дарились куклы коляски конструкторы и мы в это все играли пока родители праздновали настолько там звали давайте чай давайте там тортом вкусные конфеты вот поэтому я я с умилением вспоминаю у меня детские воспоминания подростковые воспоминания уже когда даже в школе училась новый год это какой-то особенный какой-то волшебный праздник где собиралась семья вот наша вся семья это потом уже когда там многие сестры там по выходили замуж уже начали там своими семьей собираться могли прийти уже там близкие друзья нашей семьи но вот сколько я себя помню вот мы отмечали новый год пока вот мы не уехали в москву это всегда семейный праздник мы первого мы могли там куда-то в гости сходить там первого второго на рождество но новый год это всегда семейный праздник ломился стол может быть там кто-то удивится думаю боже куда там вы всегда готовите кто вот смотрит сейчас мои влоги куда вы столько готовить или тазами оливье тазами там мы так всегда готовили потому что и никогда не боялись что к нам придут там еще гости позвонят в дверь когда кто-то вот мимо идет нашего дома там гуляет ой а тут же там никифоровы живут давайте к ним зайдем да давайте ой зашли а тут целая компания гуляет ой да конечно заходите и у всех на столах оливье и у всех на столах шуба и мы когда тоже ходили гулять мимо там своих хороших знакомых проходили мама с папой там вот родственники заходили в гости на пять минут поздравиться обняться выпить шампанского закусить селедкой по шубой спеть какую-то песню типа вагончик тронулся и разойтись поэтому вот я я буду рада если я ответила на ваш вопрос я бы еще могла бы час разговаривать по этому поводу рассказывать что и как но вот такие вот у нас были традиции воспоминания самый еще раз повторюсь самые светлые самые ясные самые добрые и вот мы сейчас стараемся это передать нашим детям ну алинка в принципе она у меня тоже такой семейный человек она если вы заметили на в принципе всегда с нами это хорошо когда дети тянутся к нам и мне хочется передать чтобы алинка передала это дарь и тоже чтобы вот эти все семейные традиции семейные уклады вот как то так так ксюша если не ошибаюсь да поправьте меня спрашивает расскажите при случае какие новогодние фильмы любите смотреть но сейчас это может прозвучать очень банально но мой самый любимый новогодний фильм это правда это ирония судьбы или с легким паром так сложилось как я это называю опять же это все из детства было всего лишь две программы первый канал и второй канал и тогда у нас еще помню был ламповый телевизор чайка где вот он переключался вот так и там была такая красненькая полосочка если красненькая полосочка внизу это первый канал если она вверху это второй канал было всего два канала и конечно мои родители и конечно точнее я смотрела всегда только то что смотрят мои родители ну до определенного времени да там допустим в девять часов я уже всегда была в кровати вечером а вот то есть если мои родители смотрели спрут я тоже его смотрела мне разрешали смотреть такие фильмы никуда не денешься я помню со второй смены прихожу со школы если родители дома идет фильм спрут я вот я невольно где-то внимательно смотрела где-то слушала но честно могу перечислить вам даже героев этого фильма если это 17 мгновений весны то я тоже его смотрела потому что смотрели мои родители если это свадьба в малиновке я тоже хорошо помню этот фильм потому что его смотрели мои родители если это девчата значит я его знаю потому что его смотрели мои родители москва слезам не верит и так далее и тому подобное и то же самое касается и новогодних фильмов вообще ирония судьбы или с легким паром это гимн нового года и по сей день для нас и по сей день он для меня любимый тогда без него не обходился новый год но если его показывали его кстати тогда не всегда не каждый год показывали по программе и какой-то год его не было мы прям страдали тогда не было же не интернета не тогда еще не было не видеокассет чтобы там можно было купить этот фильм эту кассету с этим фильмом и его показывали допустим вот он или 30 декабря или 31 допустим в пять вечера и люди торопились ко времени прийти домой посмотреть этот фильм потому что повтор мог бы быть только на старый новый год поэтому это не вот сейчас а не успели посмотреть посмотрим по интернету или вообще в любое время дня в любое время там летом зимой но я этот фильм могу смотреть только зимой только зимой в зимний период это не обязательно прям на новый год понятно это обязательно но я его могу еще пять раз пересмотреть просто когда сижу там на кухне чай пью или кофе или что-то готовлю но смотрю его не один раз это мой самый любимый новогодний фильм и да мы под них сейчас режем салаты и я не представляю себе новый год без этого фильма это ну вот если его посмотреть казалось бы ну но перепутал мужичок случайно адресок да ну за этим делом всунули не того куда самолет тот улетел туда этот остался здесь казалось но вот он вот он вписался в память мою этот фильм с детства я вот до сих пор смотрю это мой любимый новогодний фильм вот я не знаю почему один из самых самых у меня их несколько также я очень люблю карнавальную ночь и все это идет опять же из детства но откуда я это знаю родители мои смотрели родители мои с удовольствием смотрели ну погоди я тоже люблю этот мультик да но мы сейчас говорим про новый год поэтому это ирония судьбы или с легким паром это первое место карнавальная ночь чародеи это вот из новогодних таких фильмов из старых можно сказать да а из современных я не беру вообще зарубежные фильмы абсолютно наших фильмов во я даже не буду лезть в зарубежные один дома там и так далее мне они нравятся мне но я без них проживу а вот без фильма карнавальная ночь ирония судьбы или с легким паром чародеи сложновато будет вот а из наших это вот моя мама снегурочка дедушка в подарок это уже вот наши современные фильмы новогодние которые я тоже с удовольствием смотрю снежный ангел и многие другие но вот этот костяк вот эти три фильма это вот новогодних чародеи карнавальная ночь и ирония судьбы я не представляю нового года без операции я не представляю новогодние каникулы без иван васильич меняет профессию без служебного романа даже без москвы слезам не верит хотя их очень часто показывают на 8 марта я выросла на этих фильмах на этих добрых обязательно интересных со смыслом фильмах мы выросли на них на сказках новогодних да там их тоже много нам это как вот как знаете как вот это как обязательно да я не знаю что сейчас смотрит наше подрастающее поколение но я знаю что мой ребенок алина она с удовольствием смотрит иронию судьбы карнавальная ночь чародеи девчата она знает уже даже вот может пересказать любый любой фильм она знает песни с чародеев три белых коня это ей нравится и мы это рассказывали ей тоже что вот почему мы эти фильмы любим я очень хочу чтобы она их передала тоже с денисом дашеньки потому что это вот это действительно тоже традиции да вот это надо смотреть эти фильмы должны мы на них росли мы на них воспитывались и я уже сейчас могу себе там какие-то дела делать фоном включить какой-то из этих фильмов я обязательно буду смотреть его внимательно если вы будут показывать там в новый год резать там какой-то салат или что-то делать и вот раньше же даже телевизоров не было на кухне вот его стоит один телевизор в зале с двумя программками так берешь досочку берешь тазик идешь в зал садишься в креслице за журнальный столик и режешь салат и вот он смотришь ирония судьбы ли с легким паром это потом появились телевизоры с кнопочками потом появились телевизоры с пультом там видео двойки какие-то кассеты уже появились видеокассеты видеомагнитофоны уже появились маленькие телевизоры дутики такие которые можно было поставить на рабочий стол или на холодильник да и тогда можно было на кухне там что-то готовить и смотреть опять же эти новогодние фильмы я до сих пор вы не поверите я до сих пор очень часто вот есть какое-то время вот часто же мы блогеры смотрим youtube ходим в гости к своим любимым блогерам и просто просматриваем ленту я просто вот в поисковик забиваю песня 85 песня 84 песня 89 смотрю ангелину вовк евгения меньшова как они вели эти песни какие были микрофоны еще с проводами круглые квадратные какие были артисты и какие были концерты как была украшена сцена вот это все идет с детства это опять же традиции да что обязательно песня года это семейный просмотр обязательно на рождество сладкая колбаска и обязательно поход к бабушке с дедушкой с вот это вот рис и изюм или курага это кутья у нас называлась такое сладкое блюдо которое дети у нас очень любили в нашей семье опять же это поход к родственникам в село где варилась вкусная требуха с картошкой там чуть ли не в печке вот это все вот опять же все оттуда и сейчас этого нет и уже никогда не будет к сожалению вот то есть вот эти передачи новогодний огонек это всегда мы смотрели вместе с родителями поэтому я даже я помню наверное вот сейчас скажи алине что есть такой артист я его часто он часто принимал участие в песни года фару казакиров мне очень нравилась его песня чихана или сибрыс песни олеся или тот же добрынин малежек толкунова многих уже нет на этих песнях мы росли антонов и многие другие песни которые вот вызывают у меня вот просто ностальжи я таю я забиваю это поисковик и просто смотрю смотрю какие были концерты смотрю какие были голоса у нас понимаете настоящие голоса настоящие артисты а сейчас сцену обезобразили я это говорю вот прям смело что и и обезобразили и и даже где-то обесчестили потому что наш король советской эстрады советской российской российской скорее всего филиппушка может выйти может позволить себе выйти в лосинках на сцену об обтянутых лосинках но что это что это когда наши вот те артисты на которых мы росли могли себе такое позволить это всегда костюм это всегда бабочка это всегда галстук лещенко вина кур вот они выходили и вот этот наш король какой он король я я просто раньше когда он был еще нормальным королем может быть он еще пел когда только кучеряшки такие были он даже в песне года в какой-то принимал участие он еще был сейчас филька обезобразил сцену нашу российскую и таких артистов у нас много безголосы непонятно во что одеты мне стыдно сейчас за нашу эстраду не за всех но за нашу эстраду мне порой сейчас очень стыдно они ее обезобразили и я с одраганием даже думаю что нам выдадут какая у нас уже идет песня песня 23 2023 23 потому что я росла с песни вот сколько я помню я 77 года рождения и песня 84 мне тогда было 7 лет я хорошо ее помню вот представляете песня 84 и песня 23 сколько лет прошло я помню ту сцену и смотрю на эту и мне да мне страшно удивляемся что у нас молодежь растет невдашная потому что откуда брать пример они смотрят компьютер интернет а там безобразие мы росли на на передачах в гостях у сказки детский час зов джунглей и так далее и тому подобное я что-то плавно с нового года перешла прям совсем-совсем ну в общем да это крик души тоже надеюсь я ответила на вопрос какие новогодние фильмы я люблю вот и елена соловьева тут меня спрашивала про садик кто у нас играет в саду роль деда мороза всегда стараемся пригласить в старшие группы артиста с нами в принципе работает дедушка мороз который уже не первый год приходит к нам в садик вот ну потому что знаете ну как то в старшей подготовительной группе какой то знаете звуковой эффект я ставлю там говорит мужской голос заходит тетя ну как то не комильфо как я это говорю вот и такой вложек знаете его в принципе уже можно даже выставлять на канал а завтра в субботу начинать новый влог потому что наговорила я там собственно наверное уже на полчаса и я понимаю что отсюда возможно будут вытекать еще какие то вопросы я о том что было вот и о своем детстве и о своих каких то традициях могу говорить часами потому что действительно есть что вспомнить действительно есть о чем рассказать и об этом не стыдно говорить я говорю об этом даже с какой то гордостью мне где то даже жалко что вот мои внуки этого не видят Алинка немножко застала того времени вот Иринка еще росла там я помню как я ее забирала из садика тоже была у нее на многих утренниках а вот Дашулька у нас в современном мире будет расти а этот мир мало того что он такой жестокий так он еще теряет теряет лицо вот взять даже эту сцену эти фильмы эти передачи эти мультики ну вот смотрит она три кота да это поучительный хороший фильм там Маша и Медведь но где наши любимые мультики где наша Маша и Медведь где наша Репка где где их так редко крутят простоквашина ну погоди Леопольд Фунтик и многие другие мультики на которых мы росли и сказки мне кажется мир будет добрее если мы вернемся вот к тому от чего уходим непонятные какие то вот а я могу сказать о своем бедстве оно у меня было настолько ярким настолько светлым настолько заполненным добротой уютом светом таким резиночки классики мячики в десяточку эти резиновые мячики с полосочкой яркие куклы игрушки тетрадки по 2 копейки автоматы где мы пили лимонад за 3 копейки с сиропом за одну копейку без сиропа квас из бочонков мороженое по 10 копеек хлеб по 15-20 копеек я хочу туда вот я хочу туда елки настоящие запах хвои у всех отличное настроение мир добро понимание наши 15 республик наши дружненькие сестрички классно а сейчас 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 страшно вот страшно за будущее наших детей за внуков ну вот как-то так мне придется сейчас то что вот тут я накалякала наболтала мне придется отправлять на канал а то у меня следующие следующие если я буду продолжу этот влог он у меня не уместится видео будет слишком большим поэтому отправляемся на канал вот пока было наверное вот только такие вопросы в принципе я на все вопросы ответила да да до встречи завтра в субботу 26 ноября начнем новый влог субботу